Приветствую! Марьяна Безуглая разместила в своем фейсбуке документ, который содержит позицию Залужного по поводу законопроекта о мобилизации. Это тот самый законопроект, который мы все ждем, не дождемся, да, потому что нам интересно, что же там будет. Обращаю ваше внимание, что на сайте Верховной Рады его еще нет, но, понятно, в кулуарах какой-то уже черновик готов. И, судя по всему, этот черновик отправили на согласование Залужному, и он изложил свою позицию. Перед тем, как мы начнем читать этот документ и подробно разбирать, хочу обратить внимание, что, на мой взгляд, он состоит из двух частей. Первая часть – это политическая часть, и вторая – военная. При этом политическая часть нам показывает, что Залужный – это не просто стратег военный, да, а это и человек, который, скорее всего, видит для себя некое политическое будущее. Возможно, я ошибаюсь, сейчас мы посмотрим, обсудим с вами это. Безусловно, эта часть нам понравится, сразу скажу, а вот вторая часть, которая военная, она нам, конечно же, не понравится. Никому, ни военнообязанным, ни военнослужащим она нам не понравится. Почему? Потому что она продиктована сугубо сухой военной логикой. И нужно понимать, что военная логика, она направлена на определенные задачи. Задачи, которые стоят перед военными. И здесь хочу обратить ваше внимание, что эти задачи, вполне возможно, это не те задачи, которые ставит Залужный. Поскольку, обращаю ваше внимание, что Залужный не является верховным главнокомандующим. А верховным главнокомандующим есть у нас президент Владимир Зеленский. Соответственно, задачи может ставить он. И вполне возможно, что позиция Залужного, она продиктована теми задачами, которые ставит Зеленский. Это оговорка, то есть это не значит, что это именно так. Но просто пояснение, что возможно это так. Так, давайте смотреть текст этого документа и разбираться, что же там написано. Вот этот документ, вступительную часть мы пропустим и сразу перейдем к сути. Вот мы смотрим. Первый вопрос, который здесь рассматривается. По-первых, с законопроектом предбачено норму щодо взяття всех женок на військовый облик, призовників та військовозобовязанных. И смотрите, какая позиция Залужного здесь. Зазначена норма может призвести до негативных наслідков. То есть, уже мы видим, что Залужный против постановки женщин на воинский учет и против, соответственно, мобилизации женщин. Почему он против? Читаем внимательно. Які ж наслідки негативні цього будуть? Сбільшення удвічі навантаження на ТЦК ТСП. Это первая причина – увеличення нагрузки на ТЦК і СП. Они там переработались, наверное, очень. Вторая причина – значного збільшення навантаження на заклады охороны здоров'я у зв'язку з обов'язковым медичним оглядом при постановці громадян на військовый облик. Вторая причина, да? Третья причина, обратите внимание, какая? Певного резонансу в суспільстве. Скажите, кстати, вот вы что в этом видите? Я вижу в этом исключительно политическое заявление. То есть, пан Залужный прекрасно понимает, что поставить женщин на воинский учет – это, безусловно, негативно будет воспринято в обществе. Призыв женщин будет негативно воспринят в обществе. И, как мы видим, здесь нет ничего, что продиктовано сугубо военной логикой. Что я имею в виду под сугубо военной логикой? Это вопрос, на какой нужно здесь ответить? Женщины нужны для обороны государства или не нужны? Вы скажете, стоп, это же не все страницы. Может, там дальше сказано? Давайте смотрим дальше. Вот страница 2. Здесь продолжается перечень этих негативных последствий. Значного сбільшення звернень громадян, що призведе до блокування роботи органів державной влади та органів військового управління. Массового выезду женок за кордон. И здесь, кстати, аплодируем тому, что в государстве, в государственной системе есть человек, который понимает, к чему это приведет. Понимает, что мы и так уже потеряли массу людей, которые выехали. И, скорее всего, многие из них не вернутся в Украину. И вот он, военный человек, говорит, женщины уедут, если мы это сделаем. И я очень рад, что есть в системе государственного управления такой человек, и он в открытую об этом говорит. Но в целом, как мы понимаем, вот эта первая часть, да, она стоит самой первой. И она является политическим заявлением. Понятно, да, он получает, безусловно, поддержку от общества, потому что он сейчас выступает против мобилизации женщин. И, конечно, меня, наверное, это радует, потому что мне бы не хотелось, чтобы женщин, чтобы вообще мы когда-нибудь дошли до того момента, когда женщины понадобятся нам в плане обороны. И обратите внимание, снова, на второй странице ничего не сказано о том, что, а женщины нужны для обороны или не нужны. То есть военные вопросы здесь в первой части вообще не рассматриваются. Что дальше? Дальше он говорит, дальше идет вопрос про ротацию. И там было предложение, что три месяца человек на нуле, и через три месяца обязательно его нужно поменять, а через 24 месяца ему нужно дать отпуск в 90 дней. И смотрите, вот что он пишет. Вот это уже пошла сугубо суровая военная логика. В умовах отсутствия навченного людского ресурса для проведения ротацій військовослужбовцев, которые берут безусловие участие в ВІЦІ чи Збройной агрессии против Украины, неможливо визначить конкретные термени таких ротацій. На этот час практически все військовые частины боевого склада находятся в районах выполнения завданий и выполняют завдания соответственно боевых распоряжений. Кроме того, в умовах отсутствия гарантованного призового людского ресурса неможливо унормировать вопросы надания довготривалої отпуски. Да, нам всем безусловно нравится вот эта конструкция людского ресурсу, да, что нас ресурсом называют здесь. Но это суровая военная логика, с которой, ну а что, не знаю, мне кажется, остается только смириться. Хотя мне тоже это категорически не нравится, но у войны своя логика. И что он говорит? Нет обученных людей и есть проблемы отсутствия гарантированного призыва. То есть есть проблемы с призывом, но мы и так все это знаем, теперь это подтвердил еще и заложный. Что еще здесь он сказал? Дальше тут третьим вопросом идет вопрос того, что нужно призывать людей, вот тех людей, которых призывают с инженерной специальностью, не менять им специальность. То есть если у них инженерная специальность, все, не менять. Заложный говорит, надо менять. И здесь тоже, если подробно почитать, суровая военная логика. И вот то, что я здесь выделил, да, вот что указано. Узвязку с критичную обмеженностью мобилизационного ресурсу. Проблема налицо, проблему признает сам главнокомандующий. И что он здесь говорит? Он говорит, будем менять специальность людям, переобучать их под текущие потребности вооруженных сил Украины. Суровая военная логика. Никакой политики. Четвертое предложение, против которого выступает заложный, звучит примерно так. Тех военнослужащих, которые проходят службу в ТЦК и СП больше трех лет, отправлять в другие места. При этом не трогать инвалидов, не трогать женщин и не трогать оператора в реестра. А всех остальных отправлять в другие части, чтобы они не только сидели в ТЦК. И вот здесь заложный против. И знаете, ну вот сейчас я позлорадствую. Да, смотрите, почему он считает, в том числе, почему считает недоцильным. Кроме того, выполнение обязанностей в ТЦК и СП потребует специфических знаний и опыта. Замена всех военнослужащих может унеможить сохранение такого опыта. И здесь мне хочется позлорадствовать так, с грустью. И знаете, да, безусловно, там нужен определенный опыт. Опыт ходить с автоматом в тренажерные залы, в санатории, в рестораны, в мирных городах, где находятся исключительно гражданские люди и нет боевых действий. И вот там с автоматами ходить, безусловно, нужен опыт. И безусловно, нужен опыт засовывать людей в бусики. Тоже опыт нужен, его нельзя утратить. Ну, это я так, злорадствую, ну вот, как есть. И знаете, мне кажется, у нас полно военнослужащих, которые достойные люди, которые герои, благодаря которым мы вообще сейчас с вами сидим, кто дома, кто на работе, кто записывает это видео, кто его смотрит. И эти люди, да, они не обладают таким опытом. И более того, я знаю лично людей, которые никогда не пойдут с автоматом в мирных городах что-то там показывать этим, и которые никогда не будут запихивать людей в бусик. Почему? Потому что это противоречит их моральным ценностям, потому что эти люди пошли защищать нас, и благодаря им мы сейчас живы и живем мирной жизнью. Ну, а, как говорится, не тот у них опыт. Ну, и последнее. Вот здесь, смотрите, что написано. Пропонуются, вылучиты из законопроекту нормы, еще надают педставы для звильнания инвалидам другой группы. То есть в этом законопроекте, соответственно, кто-то предложил норму, согласно которой инвалид второй группы может уволиться из ЗСУ, а заложенный почему-то против. И вот, ну, тоже, мне кажется, логика здесь все-таки нарушена. Я понимаю, что здесь есть военная логика, я понимаю, что не хотят отпускать тех людей, которые получили ранения во время службы, получают инвалидность в связи с этим, а в итоге отпускать их не хотят. Почему? Потому что у них есть опыт, ну, действительно, боевой опыт. Но, с другой стороны, так, может, эти люди заслужили такое право? Может, они заплатили за это право своим здоровьем? Вот такие мысли у меня по поводу позиции заложного. Ну, и хочу вам напомнить, что это всего лишь его позиция. То есть это еще не обязательно означает, что это будет учтено в последней редакции данного текста. Да, и это не значит, что в законе это обязательно будет. А что там будет, ну, мы узнаем только тогда, когда его примут. Соответственно, если вы хотите быть в курсе событий в этом вопросе, подписывайтесь на мой канал, ну, и не забудьте поставить лайк данному видео. На этом у меня все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok